Я просто не вижу причин, чтобы здесь не стать успешным. Причем, знаете, коралловый клуб на самом деле как награда. Надо было побывать в Нью-Вейсе. Я сэнер-экзекути в Нью-Вейсе, я очень успешным лидером была в Нью-Вейсе. В 96-м году иметь чеком тысячу долларов, когда зарплата была 25. Ребята, это не хухры-мухры. И мы ушли из Нью-Вейс. Люди уходят из сетевого маркетинга по разным причинам. Мы просто поссорились с вышестоящим спонсором. Такое тоже бывает. С моим мужем покойным в виде, царства ему небесное, не поссориться было сложно. Он все в конфронтации был. Да, Наташа? Вот. Антивирусная программа его называли. Да, он все боролся за что-то. И опять же, уходим из сетевого маркетинга. Нет. Переворачиваемся в машине. Ребята, кто видел аварию, шли вынимать трупы. А на нас ни одной царапины. У меня маленькие осколочки в коленке от стекла. Я все никак не могла понять, каким образом разбилось лобовое стекло. Голова целая. Это я коленкой. Пока мы переворачивались в воздухе, очень жалко было колготок. Очень. Просто до слез. Потому что это было, на самом деле, как трудно было покупать колготки. Денег даже на колготки не было. Но не об этом. Идем к другу занимать деньги на ремонт машины. Как консервная банка. В смятку машина. Он говорит, нет, я не займу. Ты умеешь сама их зарабатывать. Иди ко мне. Это был везен. И в визионе ничего особенного. Никаких лидерских побед у меня не было. Ребята, там невозможно. Я вам говорю. Есть визионеры. Если в поле вашего зрения есть визионеры. Ведите к нам. Ведите к лидерам. Мы точно знаем, в чем там обман. Я просто сейчас не буду сравнительно анализы маркетинг-плана проводить. Но мы точно знаем, в чем там обман. У меня, я из визиона, Ира Гейр из визиона, Толик Борисов, мой лидер из визиона, Наташа Деричук, из визиона Света Иващук. Четыре моих мастерские ветки. Самые большие, самые крупные. Мы в прошлом визионер. Причем это же не вип шесть карат. Это не шестикаратники. Ире вслед сказали, пусть уходит. Толику сказали, пусть валит отсюда. То есть мы не представляли собой ценность там. Почему? А там просто мясорубка для человеческого мяса. Людей много. Людей много просто. И причем, знаете, очень трудно тем, кто сейчас там еще в зоне зомбирования. Вот с ними тяжело работать. Даже я не гарантирую, что я возьму человека, кто еще там. Но так много людей уже оттуда ушли. Причем ушли, как мы с Витей, навсегда из сетевого маркетинга. Вот таких вот ищите. Я 11 лет в компании. Я 11 лет не перестаю повторять. Ребята, найдите таких, как деревьева. Найдите. Они есть. Они сидят дома. Они это какие? Вот каждому из вас, кто не слышал слов сетевой маркетинг. Для того, кого я называю девственниками сетевого маркетинга. Компания первая в жизни. Коралловый клуб. Вы что-то очень хорошее сделали в жизни. Ну, очень хорошее. Что вас сразу вот в это добро. Значит, кто они? Это не бабки, которые гоняли по всем компаниям. Это те люди, которые проявляли лидерские качества. Которые проводили школы. Презентации. Которые творчески работали. Это не важно, что нет там крат. Главное, какой человек. И когда человек вышел уже из-под этой зоны зомбированной. Как мне? С двумя высшими образованиями. Объясняли маркетинг план? С первого, со второго поколения по пять. С третьего, четвертого, пятого по десять. С шестого, десять, если ты вип. С седьмого до бесконечности. От одного до шести. Итого пятьдесят шесть. Я два года это слушала. И два года рассказывала другим людям. И верила. Да. Только представляете, до какой степени задуривает голову. Что Зина, пятьдесят шесть чего. У тебя товар оборот четыре тысячи очков. Почему твой чек не две тысячи долларов? Ну если пятьдесят шесть, почему? Ну ладно, ну полторы. Уговорили. Ну почему не полторы? Почему сто пятьдесят долларов? И вот когда позвонила Марина Федеренко, мы в феврале две тысячи первого года, не прицельно, не подписывая людей, чтобы, не дай бог, их в сетевой маркетинг не привести. Раздавали кассеты и продали тринадцать программ очистки. Просто. Вот раздавали кассеты и продали тринадцать программ очистки. Я не знала, что есть пять плюс один. Если бы я знала, я бы пятнадцать продала. Меня перед фактом ставили. Возьмите две коловады подарками. Тогда коловады были пять плюс один. Вот, возьмите там розницу, я сама брала Ребята, тот человек, который не умеет продавать в розницу И не умеет гордиться розничными деньгами Это не профессионал Выстроите сейчас весь лидерский состав Вот кто сейчас здесь Ни один лидер не скажет, что он не умеет продавать Другое дело, делает ли он сейчас это регулярно Должен уметь продавать лидер Для чего? Чтобы научить своих людей, как это делается Придет и человек и скажет Я не хочу строить сети Покажи мне, как это продать Вы должны уметь это делать Все знают, как продаются нейтроники Ну давайте, кто точно не знает, как продаются нейтроники Мальчика мне лучше Девочки подходят А здесь все остальные знают Как продать нейтроники Вставайте, я тоже мальчик Ребята, вы не обращайте внимания, что немножко сумку Я уже не покажу Да, подходите, подходите У тебя есть мобильный телефон? Тихо, тихо, не доставай Ребята, обратите внимание Где мальчики носят телефон Вот чтобы вы знали Это для нас, для девочек самое дорогое место А вы там носите бомбу замедленного действия Это неправильно Это ненормально Это, ну, катастрофа Сейчас все из карманов достали мобильники Куда хотите, их девайте, только не держите их в карманах А если с нейтроником? А, с нейтроником, пожалуйста Кто себе засох? Дайте телефон с нейтроником С нейтроником? Давай С нейтроником? Точно Смотри, чтобы я не мелко Сумку из мелко Прикладывай телефон к нему Давай, как тебя зовут, Алексей? Алло, давай как-то вот пространство вас вводим Телефон к нему Даже не звонишь Просто к нему К тому А эту руку постоянно вытяну И я буду на нее давить А ты упирайся изо всех сил Вот сколько можешь Хорошо? Можешь даже ноги во вторую позицию Вот Приготовились Поехали Это твой телефон? Который ты в кармане носишь? Без нейтроника Приготовился? Да Поехали Ребята И все остальное точно так же падает Я вас уверяю О, Дима Ты заброшу там уже Ложись там поперед Держи телефон Сядь на каранчик Держи руку Вообще Бывают такие феномены У меня в Одессе было Стал мальчик Крепышно Вот такие вот Боровичок Я повисла на его руке Я не могла ее на миллиметр сдвинуть с места С моим телефоном Он берет свой телефон Этот Боровичок Ребята Вот так вот упал Его надо было видеть Он стоял Обалдевший Он на меня Зал просто вел Ребят Имея такую убежденность В том Что вот это вот Зараза Это Одна из Бомб Замедленного действия И у нас есть Противоядие Представляете И осознать свою миссию Куда детям Родителям вешают Мобильники Вместо пустышки Да На сердечную чакру Я видела летом Как мамочка С коляской Подсовывала Подушечку Ребеночку Свой мобильник Чтобы не украли Понимаете Правда Давай Держишь Приготовились Поехали Молодец А у тебя без нейтроника Он не будет без нейтроника Нет А он держит Да Наберись Он включен или не включен Он же выиграл Нет Какая разница Ребята В таком состоянии Как вы носите в кармане Он же все равно С этой смешкой Ощается Он все равно Слишком Ощается Спасибо На самом деле всем Попрели? Да Ребята Три покупаете Шесть дают Три плюс три Три покупаете Три Шесть дают Три плюс три Сейчас в апреле У вас вклады Должны быть пустые Сейчас После нашего Рассказора С вами Мало того Что всем своим Любимым Всем родным И близким Заработайте Вы эти деньги Понимаете Вот даже если Большой чек Даже если Большой чек Даже вроде бы Уже не нуждаетесь В этих розничных делах Во-первых Нужна Постоянная тренировка Нужна Постоянная тренировка Время от времени Продавайте Своё удовольствие В розницу Научитесь Дорожить Вот этими Вот розничными У меня до сих пор Есть розничные клиенты Они мне звонят Зеночка Лецитин Да я знаю Что мне лецитин нужен Они за мной соскучились А поговорить А как выгляжу Откуда приехала А куда еду А это какая шубка У тебя прошлый раз Другая была Да у меня их шесть Вот То есть Ну Мы интересные люди Нас покупают Поверьте Продукт замечательный Всё хорошо Но на самом деле Те клиенты Которые розничные Думаете Я им не делаю предложение Делаю Они говорят Буду я ездить На твою Владимирскую Вот те кто Подписывает Люди А потом по всему городу Это водичка Спасибо Спасибо Настоящие друзья Ребята Все те Все те кто Подписывает людей А потом Разводит по городу Им продукт Групповой объем Делаете Да Ну Это не от большого ума Это мягко говоря И не спрашивайте меня Почему у вас бизнес Не получается Потому что Это не бизнес Если вы подписали Человека И возите ему Продукт Подписанное От неподписанное Отличается тем Что он сам ездит И покупает себе продукт Но еще Неподписанным людям Добрые такие Продают по цене Члена клуба Я таких называю Воровками И не обижайтесь Я имею право Потому что я точно знаю Что 20 числа Вы не несете им По доллару По полтора По два И в скидке А как это не воровство Это воровство Если вы такие добрые Подпишите человека Не хочет подписываться Продавайте в розницу Не хочет Не подписываться Не в розницу Расстаньтесь И увидите Что произойдет Вам будут эти люди Которые будут хотеть Подписываться Которые будут хотеть Покупать в розницу Вот сделайте Хотя бы раз По ступам Не я не буду сидеть Мне так удобнее Ну разве что Кто-то другой будет выступать Я тогда посижу Розницу Розницу Розница Да Ребята Ну вот Три Три позиции Мы Продаем в розницу Предлагаем людям Скидку Если человек Принял предложение Скидки Ни в коем Ваша задача Показать ему Где офис Где склад Или куда Приносят деньги Если курьер Ездит Ну из маленького Какого-то Все Ни в коем случае Не сами И ни в коем случае Не подписанным людям По цене члена клуба И еще Знаете Вот сейчас же Много лет уже прошло И у меня есть лидера Представляете Одновременно начинали А разница в доходах На один порядок То есть есть лидер Который имеет 40 тысяч И есть который 4 Одинаково начинали Работает Представляете Когда лень Когда лодный Когда человек Не работает Понятно почему Потому что не работает Работает В чем причина Ребята Представляете Как сердце болит Это же все мои дети Это же Никогда не любишь Одного дистрибутера Больше чем другого Каждый Каждый ребенок И каждый дорог И анализируешь И пытаешься Понять Почему Я не очень принципиальный человек Я иногда не могу Вот так вот сказать А помнишь Но я в присутствии Этого человека Когда он в зале Не перестаю говорить Ребята Это только честно Делая этот бизнес Можно достичь В нем успеха Вспомни Как ты тетку Какую-то Поморочную У кого-то Переподписала 10 лет назад А сейчас Честность То, что искусственно У меня много друзей Так же проще И искусственно Кого-то куда-то Подпихнули Стопроцентная гарантия Не будет работать Не тот Кого подпихнули Обидевшись Не тот Кому подпихнули Он будет ждать Что вы всю жизнь Будете ему Обязаны Подпихивать Мы Днепропетров Взяли Со второго Захода Со второго Это уже Толик Борисов Та структура Где Надюша Чернова Надя Сделай так Ага Вот смотрите Я говорю Бдуленко Вот тогда Ира Отвези Кассету Натальи Викторовне Была там врач Такая Она говорит Хорошо Главное Никогда не отказывается Месяц Говорю Два Говорю Три Говорю Приехала Говорю Ира Ты Калюги Возила Кассету Завтра Мы садимся В машину Переезжаем Мост Приезжаем К Наталье Викторовне И даем ей Кассету На следующий день Звонок Знаете Как я дрожала Это же только В начале А что скажет Главный паразитолог Города Днепропетровска Я ей звоню Она говорит Зина Это взрыв Атомной бомбы Срочные Четыре Коловады Контракт Я вам Всем этого Желаю И уже Наталья Викторовна Познакомила Нас С Викой Ткаченко Они где-то В одной Тусовки А у Вики Маленький ребенок Там в годе Кажется Дочки была И уже Вика Дала информацию Своей маме И уже Галя Дударева Не побоялась Прийти в семью Борисов И уже Вика Борисова Подписалась Борисов Шел ко мне В пятый уровень Приходит Пальто Длинное Коричневое Драповое В пол Белое Кашне Злитые Зубы Вот Как он сам Абрит Он бы был Сейчас здесь Он бы стоял И кивал Пальцы веером Зубы Шифером Вот Мы поговорили Он дает мне Контракт Свой И там написано Фамилия Имя Отчество Дата Рождения Домашний Адрес И заполнена Одна графа Угадайте Какая Рекомендующая И он стоит Мнется Ждет От меня Предложение На год Как к Новому году А я Под дурочку Косю Вот Типа Я-то знаю Что он хочет Я из Визиона Тоже Там ребята Представляете Маркетинг план Людей заставляет Делать аморальные поступки Вот приехал лидер В город К начинающему лидеру Тот его познакомил Со своим окружением А мы лидеры Мы на вибрациях Знаем С кого толк будет Да Вот с вас со всех По одной простой причине Потому что мы здесь Вот И ночью Минуя этого лидера Который пригласил Выше стоящего В город Идут переговоры По телефону А там маркетинг план Вот мне Борисов Не считался бы Если бы он был у меня Даже вторым поколением Он мне в квалификацию Не шел бы А у нас Если мастер Даже на шестом уровне Это ваша мастерская нога На седьмом уже нет А вот на шестом Достаточно Уровней Чтобы найти В шести поколениях Лидера Я говорю Анатолий Иванович Спрашивайте Он говорит Зинаида Может быть Под вас Я тогда сказала Волшебную фразу Толик сейчас Так говорит Я сказала Нет В моих корыстных Интересах Чтобы вы оставались Там где есть Ребята Какая корысть В пятое поколение Идет лидер Я учитель русского языка И литературы По первому моему образованию Слово корысть Это не деньги Вернее Не только деньги Это польза Да Вот для меня Пользительно было Чтобы я Не поссорилась С сестерами Не навлекла Проклятие небес Чтобы я все Сделала так Как нужно Потом С Викой Они объединили Контракт Четвертый уровень Потом Галя Дударева Там Из-за непонятных обстоятельств Выпала из компьютера Третий уровень Наталья Викторовна Как бы Сейчас я ее Реанимирую Я вам сейчас Такую вещь скажу Ребята Вы просто ахнете Это вот После После Эгипта У меня Толик Сейчас во втором поколении Но мало того Ребята Вот представляете Вообще Я очень люблю Анатолия Вообще всех своих Лидеров люблю Но Толик Красавец Вика была серебряным Директором А он был мастером Под ней И он всегда Если Вика в зале Он всегда Представлял своего Спонсора Никогда не загибала Пальцы Я вот здесь Вот Он всегда А вот Виктория Ткаченко Вот Виктория на сегодняшний день Прекрасный серебряный Мастер С огромной организацией Борисов Ну как бы Это хорошо Это деньги Большой объем Золотого мастера Под ней Но для того Чтобы эти объемы Доставать Надо иметь Другую организацию Вот Ой Там вот так хорошо Бух подписал Бух подписал Бух подписал